Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Как решать проблемные вопросы, возникающие у должников при взаимодействии с коллекторами? Об этом говорим сегодня и в нашей студии начальника отдела по ведению госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области Оксана Козлова. Мы в прямом эфире. Вопросы задавайте по телефону 202 11 22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Оксана Владимировна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что входит в обязанности сотрудников отдела, который вы возглавляете? С чем, с кем вы работаете, чем занимаетесь, какие задачи? Потому что отдел, я так поняла, относительно новый, да? Совершенно верно. С 1 января 2017 года внесены изменения в Федеральный закон номер 230, это защита прав и законных интересов граждан при взыскании просроченной задолженности. Указом президента на Федеральную службу судебных приставов возложена новая полномочия. Первая функция – это поведение государственного реестра, в который включаются эти юридические лица. И вторая функция – это контроль надзор за данными юридическими лицами. А что входит в перечень юридических лиц? Кто полномочен взыскивать просроченные задолженности? С кем вы имеете дело? Для того, чтобы взыскивать просроченную задолженность, юридическое лицо должно включиться в наш реестр, в государственный реестр, где он подает документы, заявку, мы рассматриваем, вдаем свидетельство. Но для того, чтобы включиться в реестр, взыскание просроченной задолженности у данного юридического лица должно являться основным видом деятельности. Это коллекторы, так называемые, да? Коллекторские службы. Ну, в простонародье, да, граждане этих юридических лиц называют коллекторы. А сколько сегодня в списке официально оформленных юридических лиц, которые уполномочены официально заниматься взыскиванием задолженности, вот уже в вашем реестре? Ну, в Самарской области и конкретно в нашем управлении в реестр включено 4 юридических лица. То есть с 1 января… Всего немного, да? Ну да, с 1 января 2017 года мы выдали 4 свидетельства. Но при этом на территории Самарской области действует еще порядка 10 юридических лиц. Это филиалы. Это те, которые в реестр включены в Москве, в Московской области, в Санкт-Петербурге. Но на нашей территории находятся филиалы, которые мы также контролируем. А в чем специфика работы с теми организациями, которые включены в реестр, с коллекторскими службами, и с теми, кто не включен, но работает? Ну, начнем с того, что они, в принципе, не имеют права работать, если они не включились в реестр. Ну, они есть, они существуют, и мы все это знаем. Что есть коллекторы, которые как-то подпольно тоже взыскивают эти задолженности. Ну, если они подпольно взыскивают, и на них поступит жалоба, то, значит, данное юридическое лицо, данный коллектор, будет привлечен к административной ответственности по статье 1457 КОАП РФ. То есть в силу того, что работать он не может без свидетельства. Понятно. Скажите, пожалуйста, а у вас какие полномочия у судебных приставов, у вашего отдела в отношении коллекторов? Что вы можете, вы контролируете, что еще можете сделать в том случае, если они неправильно взыскивают, незаконно и так далее, нарушают какие-то свои полномочия? Ну, мы работаем в соответствии с федеральным законом номер 230, я уже повторюсь, да, данный закон регламентирует порядок взаимодействия кредитора с должником. А контроль надзора за юридическими лицами мы осуществляем в порядке 294 федерального закона. То есть если юридическое лицо, как его все называют, коллектор, нарушает порядок взаимодействия с должником, ему грозит штрафы по статье 1457 КПРФ. Штрафы составляют от 20 до 200 тысяч, это от 50 до 500. Размер штрафа зависит от того, включен юридическое лицо в реестр, либо не включено. Для включенных в реестр меньше штрафы по сумме получается, да? То есть есть выгода какая-то для коллекторов все-таки срегистрироваться. Но получается, что они ищут эту выгоду, да. И если говорить о должниках уже, то какие чаще всего проблемы возникают при взаимодействии с коллекторами, на которые вы можете тоже отреагироваться? Они вам пожаловаться, а вы можете как-то на это отреагировать и помочь тем людям, на которых незаконно, вот так хочется сказать, наезжают каким-то сленгом коллекторам. Ну, должностными лицами моего отдела также рассматриваются жалобы, обращения и заявления граждан. Зачастую жалобы содержат в себе как раз и указывают на нарушение 230-го закона. То есть люди жалуются на порядок взаимодействия, где им, допустим, звонят в многочисленное число раз. То есть могут с утра до вечера звонить, писать, приходить. Если законом четко установлен порядок взаимодействовать не более двух раз в сутки, не более четырех раз в неделю, не более 16 раз в месяц, то иногда взаимодействия носят просто страшный, так скажем, характер, когда человека могут написать там 100 смс в день. Психическое такое воздействие? Ну, таким образом, наверное, они пытаются работать, оказать психическое воздействие на должника. Да. Скажите, пожалуйста, вот в таком случае какой механизм обращения к вам? В каком случае нужно зафиксировать вот эти звонки или еще что-то? Вот прийти к вам к судебным приставам и сказать, что вот такой-то коллектор, значит, мне надоедает звонками. Это как-то нужно фиксировать или просто прийти к вам и уже написать жалобу на этого коллектора? Как это происходит? Желательно, конечно, зафиксировать. А что нужно сделать? Ну, сделать аудиозапись разговора. То есть, само собой, лучше сохранить номера телефона, с которых звонили. Там, как правило, люди к жалобе прикладывают скриншот экрана телефона, на котором видны номеры. Скриншоты смс-сообщений, где мы увидим, что нарушен порядок взаимодействия по количеству смс-сообщений. Это уже будет являться основанием, это уже будет иметь состав административного правонарушения. А есть определенная памятка, по которой кредитор может понимать, как он должен взаимодействовать с коллектором? Что в рамках закона? Есть какая-то элементарная памятка? Это 230-й закон. Кредитору нужно его просто выучить и знать. И не допускать. Ну, можно его найти в интернете. А вообще, если вы из типичных ситуаций, какие возникают, какие ловушки у должника, которым он попадается, в отношениях с юридическим лицом? Вот что происходит? Ну, я считаю, что самая большая ловушка – это то, что наши граждане не считают нужным читать документы, наверное, при оформлении кредита. То есть нужно четко прочитать, ознакомиться, увидеть, под какой процент вам выдают кредит. А бывает и такое, что люди что, они не видят, под какой процент выдают кредит? Ну, я так понимаю, что им очень сильно нужны деньги, что они их так быстро оформляют, эти кредиты берут деньги, и с документами зачастую даже не знакомятся. Потому что в основном, во многих жалобах они указывают, что взыскивают очень большой процент. То есть такое ощущение, что человек только сейчас узнал, что у него большой процент. Ну, себя, я считаю, что людям нужно обезопасить и документы читать, и все-таки, видя цифру, еще раз подумать и принять правильное решение. А так ли необходим этот кредит под такие проценты? И все, и тогда, в принципе, отсюда вытекает, и жалоб-то не так много будет, и проблему человеку самого. Меньше. А чаще всего, с какими кредитами должники становятся, должниками, кредиторы, чаще всего в практике? Когда приобретают жилье, машины, или может какие-то потребительские кредиты? Здесь жалоб, вот в этой части, их, как правило, нет. Там, где это либо ипотечное кредитование, либо автокредит. Как правило, взыскание просроченной задолженности происходит с тех граждан, которые оформили кредит в микрофинансовых организациях, в микрофинансовых клубах, или вот в наподобиях организациях. Потому что только в этих организациях очень огромный процент, под которого даются кредиты, люди там оформляют кредиты по одной простой причине, что это происходит очень быстро, 5-10-15 минут, и просто. Без подтверждения дохода, без документов. Именно взыскание вот этой просроченной задолженности происходит у юридических лиц, и именно граждане этой категории жалуются. Потому что вот эти организации начинают потом, мягко говоря, жестко взыскивать, нарушая при этом 230-й закон. Я напомню телезрителям, что мы в прямом эфире, и если у вас есть проблемы с погашением кредитов, и главное, с взаимодействием с коллекторами, которые вы считаете неправильным и ненормальным, даже звоните, наш гость ответит на все ваши вопросы. 202-11-22. А с какого момента, или с какой суммы не оплачены, или от срока давности зависит, когда коллектор начинает действовать по закону, начинает взыскивать долг? Это от чего зависит? Да у них, как правило, месяц там, нет, месяц гражданину, там у них идут уже месячные платежи, да, и гражданин там месяц, они там, не знаю, два опускают, да нет, даже меньше. Не оплатил, они уже начинают гражданина беспокоить, напоминать им о том, что у него имеется задолженность. Но у гражданина по 230-му закону есть право. Он может написать заявление об отказе от взаимодействия с кредитором. Но данное заявление пишется только тогда, когда просроченная задолженность составила 4 месяца и более. Он пишет заявление, направляет кредитору, что он отказывается взаимодействовать с ним. Данное заявление должно быть направлено либо через нотариуса, либо с заказным письмом с уведомлением. После получения данного заявления, то есть кредитор должен ограничить взаимодействие, либо не взаимодействовать. У него есть право обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании данной задолженности с гражданина. И здесь уже по решению суда будут взыскивать судебные приставы исполнителя. Да, был принят этот известный нашумевший закон о коллекторах какое-то время назад. В связи с чем это произошло? И сегодня уже наметились какие-то изменения после его принятия? Уже меньше стали коллекторы нарушать свои права, взаимодействия с должниками? Ну, сейчас действительно нарушение прав и законных интересов граждан стало значительно меньше. Если раньше до закона, то есть коллекторы позволяли себе все, что угодно, да, там у нас, по-моему, случай же в Сызрине, насколько я помню, по-моему, да, там, где коллектор сломал ногу должнику, то есть они позволяли себе все, что угодно. Исписывали стены, заклеивались замочные скважины в выходной двери. Сейчас, так скажем, вот этого беспорядка стало меньше. Ну, есть еще местами, но он уже не носит массовый характер, как это было до закона. Да, даже художественный фильм сняли, коллектор, потому что действительно такая была нашумевшая тема, что люди даже боялись, что вот даже берут кредит и боятся уже, что вдруг вступит коллектор, и это начнется какой-то ужас. Я хочу вас попросить перечислить те пункты, которыми может воспользоваться коллектор, пунктами воздействия на должника. Вот что он может сделать там в течение дня, чтобы не нарушить покой и психическое состояние вот этого должника? Ну, в первую очередь взаимодействие должно осуществляться в определенное время. В будни это с 8 до 22, в выходные праздничные дни с 9 до 22. Количество раз по взаимодействию, я да, уже повторюсь, не более двух раз в сутки, не более четырех раз в неделю, не более 16 раз в месяц. Выбор, способ взаимодействия, он также указан, прописан в законе, но и в то же время он может с коллектором, с должником быть согласован между ними. Это смс-сообщение, это телефонные звонки, это личное общение, это письма и так далее. Если он один раз в сутки позвонил, то в следующий раз он может направить смс-сообщение. То есть даже... Такой щадящий режим, нужно сказать. Ну, они его в принципе должны соблюдать, да. Так же законом предусмотрен порядок взаимодействия, а согласовать должник с кредитором может сам. Может быть, там должнику понравится, что ему будет звонить 10 раз в сутки. У них должно быть на это письменное, так скажем, урегулирование этого вопроса. А что нужно знать гражданам при общении с кредиторами? Изначально вы сказали, что там нужно смотреть первое на процент, высокий он и высокий, потянут они, не потянут. А что еще? На что еще обращать внимание, вот если ты уже влезаешь в кредит? Чтобы потом вот не было таких ситуаций, когда и платить не можешь, и коллекторы, и судебные приставы, и так далее. Ну, при заключении кредитного договора, наверное, все-таки, еще раз скажу, его нужно прочитать. Как правило, подводных камней и звездочек в договоре очень много. Вот на что? Мы же вот как, ну, прочитали даже, может быть, вот и не поняли. Ну, прочитали, кажется, что все, все, а потом начинают какие-то вылезать детали, которые ты даже не заметила, и не знаешь, что это. Ну, все правильно там могут в договоре. И некие страховки указывать, включать в кредит. Ну, все, что банку, вообще любой кредитной организации, так скажем. Выгодно, да? Да. Самим. Естественно. Я поэтому говорю, что гражданину, который все-таки принял решение взять кредит, делать это все-таки обдуманно, читая и изучая документы, потому что это очень важно. Потому что жалобы поступают вот на эти высокие проценты. А я не знала, я не видел, я не помнил. Ну, документ подписан. Тот факт, что он вами прочитан не в полном объеме, ну, уже вас не защитит. Уже свершилось. Уже надо платить. Поэтому считаю, в первую очередь, читать документы. А можете ли вы встать на защиту, так скажем, гражданина, который платит кредит, ну, может быть, не в той сумме, которая нужна, но все-таки пытается выплачивать, может, немножко там сроки он задерживает. Вот. И по сравнению с теми гражданами, которые вообще взяли кредиты и думают, вот я сейчас возьму, и что бы мне ни делали, как бы мне ни угрожали, мне ничего не страшно, я так и буду вот с деньгами, но платить ничего не буду. Вот такое бывает вообще? Конечно, бывает. Как вы вот это все расследуете? Ну, исходя из тех обращений, которые поступают, да, действительно, есть такие факты. Гражданин добросовестно оплачивает. Ну, бывает, что иногда там ежемесячный платеж, он там не в полной сумме. Потом, бывает, доплачивает. Но, тем не менее, при этом коллекторы нарушают порядок взаимодействия с ним. Была жалоба, мы ее рассмотрели. Гражданка действительно платит ежемесячный платеж, но с разницей с такой, что бывает задерживать день-два, но человек платит. Поступила жалоба, мы ее рассмотрели. В результате рассмотрения действительно установлено, что юридическим лицом нарушен порядок взаимодействия. Сегодня ей направлено три СМС, завтра ей сделано два звонка. В отношении данного юридического лица уже составлено три протокола по части 1 статьи 1457. Данный протокол направлен в суды, да, они сейчас там находятся. Ждем рассмотрения результат суда. То есть, после этого взаимодействие вошло в рамках 230-го закона. Гражданки просто направляют СМС там два раза в неделю. То есть, человек немного вздохнул. Меры были приняты и, так скажем, защитили законы интереса и права гражданина. А есть и такие граждане... Да, кто не платит. Вот его как-то можно защитить или нет? Ну, защищать мы должны в любом случае, да, граждан от противоправных действий юридических лиц. Ну, есть такие люди, да, которые не платят. Но не платить не освобождает их. Это тоже не выход, да. Это тоже не выход. Они жалуются, что коллекторы беспокоят, день и ночь звонят. Ну, в принципе, это логично, что коллектор беспокоит. Вы же не платите кредит вообще. Если бы вы хоть как-то платили, то и порядок взаимодействия был бы не ночью, не рано утром, не с той СМС в день. А порядок взаимодействия был бы в установленной законном сроке и так далее. Я считаю, если начать платить все-таки кредитору, то и найдется некий компромисс с ним. Потому что, насколько я знаю, исходя из обращений, было обращение, что гражданка сначала пожаловалась на взаимодействие кредитора с ней. Приходила на прием, мы с ней общались. Ей было рекомендовано все-таки найти контакт с кредитором, обсудить порядок взыскания и так далее. После чего где-то через два дня гражданка пришла, жалобу отозвала. Она сходила к кредитору, они пообщались, изменили график платежей, изменили, так скажем, некую сумму. Ну, там это уже на смотрение юридического лица. Точно по цифрам там сказать не могу, это уже их был контакт. Но отозвала жалобу, сказала, что контакт установлен, не беспокоят, все в порядке. Да, то есть нужно искать компромиссы. Может быть, кто-то войдет в чью-то ситуацию, подождет, какая-то отсрочка, еще что-то. Ну, они, я так, насколько знаю и помню, и документы читала, когда там к жалобе прилагают письма, которые направляют коллектора, они должнику там предлагают, вот там, до такого-то числа акция, там, оплатить 50% за должности. Вот, ну, они так же, так скажем, идут. Да, кредиторам тоже выгодно, да, с помощью каких-то акций или еще какого-то взаимодействия тоже решать свои проблемы. Да, вот как-то так поступало. Вы сказали, что у вас и функции контроля еще есть, они в чем заключаются? Как вы можете контролировать, какие у вас есть полномочия юридических действий? Ну, в соответствии с 294-м федеральным законом мы проводим проверки. Плановые, внеплановые, выездные, документарные. Также по любой поступившей жалобе, если считаем целесообразным провести проверку, мы можем организовать внеплановую проверку, да, о которой юридическое лицо не уведомляется, о чем прописано в 230-м федеральном законе. Мы просто внезапно выезжаем, приезжаем и проверяем взаимодействие кредитора с должником, прослушиваем аудиозаписи, просматриваем документы и так далее. Также это и есть плановые проверки этого юридического лица. Есть документарные, запрашиваем документы, которые в управлении к нам представляют. То есть контроль, установлены законом и вот происходит таким образом. Если действует коллектор, который себя никаким образом не обозначает, звонит с каких-то там левых телефонов и заклеивает те же вот незаметно, когда, как это называется, в квартирах, замочная скважина и так далее, как быстро вы сможете его установить и на него воздействовать? Потому что если человек, допустим, гражданин, должник мучается, что его преследуют и так далее, но не может никаких документов, документальных оснований предоставить? Ни телефонов, ни видел, и голос, может, они даже меняют, и еще что-то. Вот как быть в таком случае? Ну, по жалобе, по данной жалобе проводим проверки, направляем запросы операторам сотовой связи по установлению номеров телефонов. Вот устанавливаем. Какие-то можно найти. Сейчас я вас прерву, на секундочку, нам дозвонился телезритель, а потом мы эту тему продолжим. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Мы слушаем, но нас, наверное, не слышат. Вы можете перезвонить, у нас еще есть время, 202-11-22. И так, как быстро и как сложно найти таких коллекторов? Ну, иногда устанавливаем, ну, не сказать, что очень быстро, но если обращение гражданина рассматривается 30 дней в соответствии с 59-м федеральным законом о порядке рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, можем уложиться в эти 30 дней и установить, и меры принять. Но иногда бывает, что необходим дополнительный срок, и также в соответствии с этим законом мы продлеваем срок рассмотрения жалобы и делаем необходимые запросы, и продолжаем установку. Понятно. Если вернуться вот к изначальному этапу, когда человек только что, только берет кредит, на что нужно обращать внимание? Вот эта сумма, которую хочет взять человек в кредит, насколько она может увеличиться впоследствии? Как это просчитать? Допустим, если человек покупает машину, должен ли он оплачивать что-то еще, кроме стоимости вот этой машины, которую он берет в кредит? Какие-то там, я не знаю, страховки, еще что-то туда там могут подвязать, приплюсовать. Вот на что здесь обращать внимание? Потому что если, как вы говорите, плохо читают вот эти вот документы, когда берут кредит, все-таки нужно знать, на что нужно обращать внимание, что входит в эту сумму? И главное рассчитать, как она может увеличиваться в процессе, сколько мы должны платить, чтобы не переплачивать кредиторам? Ну, при общении со специалистом кредитной организации, когда происходит расчет, допустим, ну, гражданин хочет взять определенную сумму, там, либо автомобиль в кредит, то есть ему озвучивают, под какой процент годовой он берет этот автомобиль, ему рассчитывают его ежемесячный платеж и так далее. Считается, лесообразно пообщаться с специалистом кредитной организации и все-таки уточнить, помимо данной суммы, которую он приобретает в кредит, что еще входит в данный продукт? Страховки некие, там, риски какие-то, еще что-то. Не должно входить? Вот по закону это не должно входить? Ну, кредитов у нас много, кредиты разные. Или, по крайней мере, это должно быть озвучено, чтобы сюда входит. Совершенно верно, совершенно верно. Это должно быть озвучено, гражданина нужно с этим ознакомить, ему нужно разъяснить, что помимо той суммы, которую он берет в кредит, в эту сумму еще включено, там, такая-то страховка, иная-то страховка, потому что, видите, на включение в сумму того или иного продукта, на него и проценты тоже насчитываются, которые потом увеличиваются. И только потом гражданин спустя какое-то время понимает, что он оплачивает не только ту сумму, которую он брал, но еще, помимо которой вошли сюда. Ну, общаться, задавать вопросы и не стесняться общаться с специалистом, чтобы он разъяснил как можно больше вопросов, чтобы было ясно, понятно. Ну, это в таких вот серьезных официальных структурах можно общаться со специалистом. Сейчас распространены такие вот микрофинансовые организации, такие точечные буквально, заходишь где-то по пути, там что, быстро тебе оформляют, быстро выдают. Здесь какие опасности подводные камни? Ну, здесь, как правило, берут только денежные средства. Сюда может ничего не входить, никаких там, допустим, страховок или еще что-то. Здесь один весомый, так скажем, аргумент – это проценты. Но там же четко прописано, что человек берет 5000 рублей под 739% годовых. Или по 1008% годовых. Он же должен понимать, какая это сумма, и сколько он вернет, и как он ее будет вообще отдавать. А проценты там насчитываются на каждый день, там, 2% в день или вот еще что-то, исходя из тех документов, которые изучаешь. Ну, здесь даже могут и не быть страховки, там, некие финансовые риски или еще что-то. Просто изначально огромный процент. Здесь ключевой момент – это проценты, да. Очень огромный процент. А в таком случае, когда обнаруживается вот это все, он допустил оплошность, подписал, и вдруг обнаружил, что все не так. Что-то можно предпринять быстро и как-то расторгнуть, или к вам обратиться, или еще куда-то, или нет. Или эти отношения, они вот только между кредитором и… Да, это отношения между кредитором и должником. И ничего. Ну, до того, пока он стал гражданином, кредитором и гражданином. И потом могут вмешаться только коллекторы, если он перестает платить эти огромные проценты. Совершенно верно. Ну, опять же, говорю, вот я вот ранее, да, озвучила пример. Просто пообщались с гражданкой, рекомендовала, но она пошла. То есть они смогли договориться. У них-то, вот у данных микрофинансовых организаций, микрофинансовых клубов, то есть они могут себе позволить там снизить процент, реструктуализацию долго сделать, чтобы там платежи были ежемесячные немножко в ином формате. Поэтому идет на контакт и ведет диалог с кредитором добросовестный должник, который действительно платит, хочет платить и не хочет проблем в своей жизни. Огромная проблематика возникает у тех граждан, которых категорически принципиально платить не хотят. Деньги нужны были, они их взяли. Сейчас есть действительно такие граждане, у которых действительно тяжелое финансовое положение. Да, вот гражданка писала жалобы, обращалась, находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, за грудным. То есть второй ребенок воспитывает двоих детей одна. Давайте послушаем. Эта история, конечно, интересна, но к нам дозвонился все-таки телезритель. Добрый вечер, говорите, только очень быстро. Здравствуйте, я не дядя Татьяна Алексеевна, и хотел бы вам сказать о том, что моей дочери два года назад как бы испачкали весь краской и пакет коллекторы за то, что ее сосед не оплатил долг. Подав заявление по району, милиция, полиция, я сейчас как не знаю, данное заявление не имеет искусства. Действия не предприняты. Да, попрошу вас прокомментировать, потому что у нас немного времени остается. Вот что делать? Ну, в данном случае наша служба управления, отдел конкретно, это не в пределах нашей компетенции. Мы рассматриваем жалобы обращения только по нарушению 230-го закона. где нарушен порядок взаимодействия. Здесь... А куда вот еще обратиться можно с Татьяной Алексеевной? Ну, данное поведение, так скажем, коллектора можно, наверное, квалифицировать как хулиганство. Ну, это, наверное, действительно в полицию. Просто если есть, так скажем, хулигания, там, мошенничество, там, вымогают эти деньги, то это, наверное, все-таки в органы полиции. Понятно. Спасибо за то, что пришли к нам в программу, за ответ на вопросы. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!